Меняя инфраструктуру, новые микрорайоны, кажется, появляются как грибы после дождя. Однако экономическая ситуация в стране ударила и по строительной отрасли. Чтобы помочь строителям решить возникающие вопросы, минимизировать административные барьеры, по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева в Красногорске создали Центр содействия строительству. Поддержка осуществляется и на уровне местных властей. В администрации района организовали специальные строительные часы. Очень важные мероприятия и нужные для того, чтобы строительные объекты в плановые сроки возводились. С вопросами на строительный час вышли представители трех компаний – «Аркада», «Сервисстрой» и «ГТТ Струбино». Наиболее сложная ситуация у последней. Организация возводит жилой комплекс Литвиного Сити. В настоящее время строительство не ведется из-за отсутствия необходимых стройматериалов. Два месяца мы ждем эту арматуру каждую неделю, причем обещания. И на сегодняшний день, когда у нас упал кран, упала вот эта вот как раз стрела, я приезжал лично туда в праздники. Человек вышел и сказал, что я вот сама платежки увидела и арматура будет через буквально там сегодня вечером, завтра утром она точно приняется. 33 тонны. То есть вот эти вот обещания. По проекту «ГТТ Струбино» возводит жилой комплекс на 1400 квартир. В перспективе строительство детского сада. На начало марта застройщик запланировал провести встречу с дольщиками, чтобы ответить на все интересующие их вопросы. А 23 февраля Алексей Валов встретился с дольщиками и строителями ЖК «Вега». Компания возводит три жилых дома. На сегодняшний день они в финальной стадии готовности. Ситуация осложняется тем, что сдать дома в эксплуатацию по отдельности строители не могут, только в комплексе. С момента последней встречи застройщик практически полностью провел остекление. Во втором доме смонтировал индивидуально тепловой пункт. Значит, мы планируем в течение 10 дней получить разрешение на строительство, которое на сегодняшний день является краеугольным камнем. И как только мы получаем разрешение на строительство, мы сразу подаемся на завершение. То есть подаем документы на завершение. В принципе, все руководство района, руководство стройнодзора, оно уже в курсе. И все нас ждут. В общем-то, скажем так. Мы планируем сдаться, получить акт о завершении строительства. Я надеюсь, что до 15-20 марта мы его получим. Дарья Снегова, Александр Оржевский, Сергей Василевский и телерадиокомпания «Щелково».